Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Неотъемлемая часть бурского быта и традиции Дагестана в ауле Рахата сохраняют древние промыселы и шьют дагестанские бурки, известные во всем мире. Подробнее в нашем сюжете. 4 миллиона в помощь нуждающимся. Минтруд Республики и фонд Инсан подписали соглашение для оказания помощи неимущим дагестанцам. Парк памяти о детях на месте сгоревшего интерната в Махачхале обустраивает место для отдыха горожан. Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает экс-руководитель Республики Муху Гимбатович Алиев. Первый президент Дагестана родился в 1940 году в селении Тануси Хунзакского района. Муху Алиев прошел путь от школьного учителя до главы Дагестана. Долгие годы работал на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах. С 2006 по 2010 годы занимал пост президента Дагестана в один из самых сложных и переломных периодов в истории Республики. Муху Алиев награжден многими правительственными наградами, в числе которых орден за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степени, трудового красного знамени и знак почета. Поздравление со знаменательной датой приходит юбиляру отовсюду от имени республиканских властей, премьер-министра Республики Артема Сдунова, а также мэра Махачкалы Салман Дадаева. Акция «Добра» Минтруда Дагестана продолжает реализацию второго этапа всероссийского проекта «Мы вместе». Акция направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан старше 65 лет во время пандемии. Усилиями Министерства труда и благотворительного фонда «Живи и дари жизнь другим» удалось обеспечить продуктами питания более 800 малоимущих пожилых граждан. По адресную доставку во всех муниципалитетах обеспечат социальные работники Минтруда. Отметим, что в рамках второго этапа проекта продуктами питания планируется обеспечить около 13 тысяч дагестанцев. Сегодня у нас второй этап всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В рамках второго этапа 12 970 наборов будут распределены снова также по нашим муниципалитетам республики. Это продуктовые наборы класса первой необходимости. В принципе, все то, что может пригодиться на первых порах для наших граждан. Министерство труда Дагестана и благотворительный фонд «Инсан» подписали соглашение. Была достигнута договоренность о предоставлении средств из резервного фонда правительства Дагестана благотворительному фонду на оказание помощи жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Согласно соглашению, благотворительный фонд получит на оказание гуманитарной помощи нуждающимся субсидию, превышающую 4 миллиона рублей. Число закупаемых продуктовых наборов больше 7,5 тысяч коробок. Гуманитарная помощь будет распределяться, исходя из состава семьи и ее финансового положения. И приятная новость для многих. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Воспользоваться этим можно будет один раз в год. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место. Диспансеризацию нужно будет подтвердить справкой. Основная цель новой нормы – это доступность диспансеризации и сохранение здоровья работающих россиян. Выпускники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей посетили территорию будущего сквера шахидов в Махачкале. Воспитанники учреждения приехали на место в микрорайоне Сепараторный, где в 2003 году случилась трагедия. Пожар унес жизни 31 ребенка. Теперь в честь погибших здесь строится парк. Курбан Рагимов продолжит тему. До открытия этого сквера остается меньше месяца. Идут активные работы. Накануне к бригаде строителей прибыло подкрепление. На помощь вызвались бывшие воспитанники сгоревшие школы-интерната. Для молодых мужчин это место особенно. Они выжили, но потеряли друзей. Пожар в 2003 году унес жизнь 31 ребенка. Еще больше ста человек получили ожоги, отравление угарным газом и другие травмы. Рассказывая о трагедии, они вспоминают своих товарищей. Один, говорит, придумал, говорит, окно открыть и посмотрел окно со второго этажа, боялся, говорит, прыгать. И старались, говорит, матрасы, подушки все бросили, говорит, вниз. И дальше начали, короче, прыгать вниз. Кто как сможет, да. Ну, рискуя, начали, говорит, прыгать. Ну, они как пострадали при этом? Ну, некоторые, да, пострадали. Сначала, говорит, все спали, няня, говорит, разбудила, говорит, нас, все, говорит, проснулись. Он, говорит, за няней, говорит, держался и ходили, говорит, шли. И за ним, которые были еще и в одноклассники, 4 человека, и он за няней держался, крепко держался. Другие на выход уже там отсыпились, короче, там как-то. Идею открыть на этом месте сквер в честь своих товарищей Асхаб Гусей Накаев вынашивал уже много лет. Обращался в разные инстанции, в том числе и в Муфтият. Только тогда, около трех лет назад, дело сдвинулось с мертвой точки, появилась надежда. Очень много гуфейтов, вольные ряды, потому что такого аналога, такому парку нет. Нигде в России нет парка гуфей. Это теперь у нас в Тагестане будет такой парк, где мы можем все собираться, почить память этой трагедии. Сейчас на территории идут работы по укладке плитки. По проекту здесь будет несколько зон. Будущий парк планируется адаптировать под все категории граждан, в том числе для маломобильных. На две зоны делится зона, которая шахидов, алима, которая убитая. Эта сторона посажет деревья, и через каждого ребенка будет у нас посажено деревья. Вот здесь полуовалу, 31 кипарису, который будет привезен из Италии. Также у нас будет два фонтана функционировать, один там, один здесь. В этом углу у нас площадки будет детская площадка, здесь зеленая зона будет у нас, здесь воркаут-система будет. Здесь также посадят именные деревья в памяти о погибших богословах, журналистах, политиках, общественных деятелях и правоохранителях. Будут также установлены мемориальные плиты с именами погибших. Сквер шахидов планируют открыть к концу этого месяца. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. И к другим темам. В Ботрихском районе готовится к запуску современного предприятия по сортировке мусора. Завод будет открыт в райцентре в селе Ботрих и начнет свою работу уже в сентябре этого года. Предприятие рассчитано на переработку 30 тысяч тонн в год и будет принимать отходы еще трех близлежащих районов Дагестана. В строительстве мусоросортировочного комплекса помогли оборонные ведомства страны. В перспективе предприятия отдадут в собственность муниципального образования. Всего планируется построить 8 таких мусоросортировочных комплексов. Горные районы Дагестана – колыбель народных промыслов и ремесел. Аул Рахата в Ботрихском районе – единственное в мире место, где до сих пор шьют настоящие дагестанские бурки. Сегодня их можно увидеть лишь на фестивалях традиционной культуры, в музеях истории и изредка в непогоду на чабанах. Технология изготовления бурок передавалась из поколения в поколение и сейчас их производство возрождают. Бурка здесь – настоящая визитная карточка и один из символов района. Продукция фабрики славится далеко за пределами Дагестана. Одежду горцев примерила на себя и наш корреспондент Зумруд Дамедова. Горы овечьей шерсти, из которой уже через три дня будет шита настоящая кавказская бурка. Рахатинцы так и говорят – нужно три дня и три женщины. Правило изготовления бурки напоминает рецепт изысканного блюда. Особое внимание уделяется качеству сырья. Первым делом покупают хорошую отборную шерсть, затем перебирают и сушат. В таком виде первоначальная шерсть поступает к нам после стрижки баранов. Черная, белая, серая, всякая разная. Здесь мы ее отбираем, значит идет отбор. Вот эта, например, будет короткая, второй сорт. Процесс изготовления бурок очень тяжелый, но благодаря некоторым инновациям три женщины успевают сделать три бурки в день. Главный инструмент для изготовления бурки – это, конечно, рабочие руки. Вот тот самый лук, но из него не стреляют, а пытаются размягчить шерсть и очистить ее от лишней грязи. Я сейчас попробую это сделать. Правильно? Резко делайте, не бойтесь. Ну, выщерца из меня. Вот уже чуть-чуть закрепляет. Полученную разрыхленную шерсть кладут на брезент и смачивают горячей водой. Чтобы мелких складков не было. После того, как ее уже разложили на полу, женщина сворачивает ее вот так вот в рулон и начинает раскатывать. Чтобы руки не болели, бурщицы надевают вот такого рода на рукавники и приступают к делу. Истинная булочинка. Итак, сотни и сотни раз, в течение нескольких дней, полотно обкатывают и бьют руками, кожа на которых краснеет, покрываясь множеством мелких ранок. Работа тяжелая, но другой в селе просто нет, говорят бурочных дел мастерицам. Ну, что делать? Работать надо все равно. Хоть мало, хоть много. Семью кормить надо. Заводов нет, фабриков нет. Единственное, что это у нас осталось от предков. Кормилица наша. О! Поехали вперед. Вот так. Седра Тумаханова родилась и всю жизнь прожила в родном селе Рохота и с 16 лет делает бурки. Женщина признается, что молодежь не хочет этим заниматься. Многие считают их работу грязной и слишком тяжелой. А главное, много денег на этом не заработаешь. Молодежь особо не интересуется этой работой. Нет. Раньше интересовались. Со школы пришли, ну, как сказать, как трудно. Были же уроки трудовые, приходили, все это было. Сейчас нет. Сейчас большинство стремятся учиться куда-нибудь дальше. Что-то такое. Цивилизованность уже, короче говоря. Это говорит ее коллега по цеху Анастасия. Русская по национальности она, выйдя замуж за дагестанца, не нашла другого занятия в селе. Зарабатывает мастерица этим тяжелым трудом 500 рублей в день. Но по сельским меркам, признаются женщины, деньги немалые. Во-первых, работа нравится должна. Во-вторых, на самом деле у нас здесь в селе другой работы нет. Только если заниматься бурками. Но ими тоже особо много никто не занимается, потому что работа трудная, тяжелая и вредная. А сколько вы получаете в день за свою работу? Одну бурку 500 рублей за то, что мы ее делаем. Заканчивают шерсть свой тернистый путь в пошивочном цехе. Здесь, собственно, войлочное полотно и превращается в привычную на вид бурку. Знаменитые рахатинские бурки, которые заказывали даже для легендарных кубинских революционеров Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевара были известны раньше по всему миру. К сожалению, сегодня о былой славе только воспоминания. Ведь и ныне они уже не пользуются большим спросом. Спрос сейчас мало. Поэтому по заказу работают. А кто в основном заказывает? В основном на Москву идут. Москва, Махачкала. На подарки так. И так идут. На сувениры в основном? Да, сувениры. Ну, Чабани тоже берут. Считается, их дом же считается. Али Магомедов признается, такие фабрики нужны селам не только, чтобы сохранить промысел, но и для того, чтобы сельским женщинам было где работать. Ведь вечно живое народное производство, пережившее немало потрясений, не должно угаснуть. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. Столичное дерби завершилось победой Анджи. После небольшого перерыва в республику вновь вернулся футбол. На стадии 1-256 финала Кубка России желто-зеленые принимали Махачкалу. Исход встречи решил один гол. Его автором стал полузащитник Анджи Султан Исалов. Теперь подопечных Артура Садирова в одной 128-й стадии Кубка России ждет встреча с другой махачкалинской командой «Легион Динамо». Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин